Названы города России, в которых будут строить метро. Метро очень удобный, но дорогой в плане строительства вид транспорта, поэтому его будут развивать только в крупных городах России, вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в ходе прямого эфира в Инстаграм заявил вице-премьер России Марат Хуснулин. В остальных городах-миллионниках власти планируют прокладывать линии трамваев. Например, в Челябинске будет расширена трамвайная сеть, и частично она пройдет по подземному участку, который ранее был сооружен для метрополитена. Новые станции метро появятся в Нижнем Новгороде. Там активно планируется развитие подземного вида транспорта, сообщил Хуснулин. Уже в 2021 году власти города представят правительству страны проектно-сметную документацию и начнется строительство. Кабмин уже готовит на это средство. В Омске будут также достраивать метро. Планы такие есть, но пока на это нет денег, сказал вице-премьер. Проект развития уже обсудили с губернатором региона. Сейчас ведется поиск вариантов оптимизации. В Новосибирске метро продлят на одну станцию, а вот в Ростове-на-Дону от планов по строительству подземки отказались совсем. Продление линии столичного метро в подмосковное мытище в градостроительных планах имеется, но средства пока не выделены. Краснодарский троллейбус врезался в столб. ДТП с участием общественного транспорта произошло вечером 23 июля в Краснодаре. Троллейбус двигался по маршруту. На пересечении улиц Володарского и Кузнечной он врезался в бетонный столб. Очевидцы рассказали, что водителю транспортного средства неожиданно стало плохо, предположительно он потерял сознание. В 20 часов 27 минут водитель 54 лет за рулем троллейбуса при повороте на улицу Володарского наехал на бетонную опору линии электропередач. В результате линия была повреждена. В салоне общественного транспорта находилось около пяти человек, пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В отношении водителя троллейбуса составлен административный протокол за повреждение дорожных сооружений, сообщает пресс-служба ГИБДД по городу Краснодару. В Петербурге общественный транспорт на пороге кризиса. Жители Петербурга, несмотря на послабление коронавирусных ограничений, не торопятся снова пользоваться общественным транспортом. Как сообщается, уменьшение пассажиропотока может негативно сказаться на общественном транспорте и его финансах. За прошедшие семь месяцев пассажиропоток уменьшился на 17%, сравнительно с тем же периодом 2019 года. По версии экспертов, причина в том, что многие горожане перешли на удаленную работу. Уменьшение финансов транспортных компаний может сказаться на обслуживании автопарков, следовательно, и на комфорте пассажиров. Ночные трамваи и троллейбусы пользуются спросом в Ульяновске. В Ульяновске вторую неделю подряд курсируют ночные трамваи, троллейбусы и автобусы. По данным городских властей, наиболее востребованные у пассажиров маршруты МУП «Ульяновский электротранс» и ОАО «ПТП-1» продлевают время движения общественного транспорта по поручению в Рио главы города Дмитрия Вавилина. Ульяновские пассажиры уже оценили нововведения в соцсетях. По информации городских властей, возможно расширение списка ночных маршрутов. С 12 июля после 22 часов по особому расписанию работают трамваи номер 4, проспект Гая, микрорайон Огни Севера и номер 22, УКСМ, Парк Юности. Они следуют с интервалом движения в 25 минут. Троллейбусы номер 5, санаторий «Итиль», детская поликлиника номер 6 выходят поздним вечером на линию с интервалом в 25 минут. А номер 12, парк Прибрежный, улица Краснопролетарская в 30 минут. С окончанием движения в будние дни в 0.34. Автобус номер 30 будет отправляться от остановки Центробанк в 20.03, 21.22 и 23 часа. А в обратный путь с остановки Проспект Врача Сурова в 21.05, 21.50, 22.50 и в 23.50. Тематический трамвай появился в Старом Осколе. Как рассказали в городском паблике ВКонтакте «Старый Оскол новости», общественный транспорт стал площадкой для поиска дома братьям нашим меньшим. Проект получил название «Дорога к дому». Инициатором стал Староосколец Александр Сашнев. Видеообзор трамвая опубликован в сторис Инстаграма сообщества. У старооскольцев такая идея вызвала положительные эмоции. «Спасибо за неравнодушность. Идея просто супер. Сердце радуется. Спасибо. Надеемся, что поможет кому-то найти свой дом и заботливых родителей». «Молодец. Хоть какие-то хорошие новости. Хоть какие-то добрые люди», – прокомментировали подписчики группы. Мосгортранс ответил на видео о коллапсе из-за закрытия станции метро. Власти заявили, что огромные очереди на автобусах давно рассосались, но москвичи жалуются на толпу людей до сих пор. С 17 июля перекрыли движение между станциями «Спортивная» и «Тропарева». В первый же день очевидцы засняли колоссальные очереди на автобусы, но власти в этом проблемы не увидели. Это происходило в субботу, и это разовая ситуация, которая разрешилась за несколько минут путем выпуска резервных автобусов, которые быстро увезли всех пассажиров. На сегодняшний момент автобусы работают штатно. Интервал движения от 30 секунд. На линии работает около 180 автобусов большого класса, заявили в Мосгортрансе. Вместе с тем, москвичи продолжают жаловаться на недостаточное количество автобусов. Из-за пассажиров, которые хлынули из закрытого метро в наземный транспорт, москвичам приходится плотно добиваться в автобусы. Ни о каком дистанцировании речи, конечно, нет. Вдобавок, жителям приходится выходить на полчаса раньше, чтобы успеть на работу. В автобусах транспорта Верхней Волжья за полгода совершено порядка 41 миллиона поездок. Компания-перевозчик транспорт Верхней Волжья подвел итоги работы за первые 6 месяцев 2021 года. За этот период в общественном транспорте совершено порядка 41 миллиона поездок, из которых около 6,5 миллионов приходится на льготников и более 500 тысяч на школьников. Самыми популярными маршрутами стали номер 33 – торговый центр «Глобус» Мигалова, номер 9 – «Юность» Мигалова, номер 30 – завод «Центросвар» улица Левитана, номер 21 – «Южный» Мигалова и номер 36 – «Мамулино» Сахарова. За этот период 84% поездок были оплачены банковскими картами. Пассажирам доступно несколько способов безналичной оплаты. Транспортная карта «Волга», банковские карты «Мир», «Виза» и «Мастеркард», социальная карта жителя Тверской области. Приложения «Волга» и QR-коды, размещенные прямо в автобусе. Самыми популярными абонементами стали единый социальный проездной билет, проездной на один день и абонемент на 30 дней. Первый этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. 3 июля 2021 года современные комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле, вышли на линии в Киморской, Ржевской, Зубцовской и Старицкой агломерациях. Депутаты обязали администрацию разработать новый вариант контракта для пассажирских перевозок. В сеть пассажирских перевозок в Кирове входит 51 регулярный маршрут, на которых работает 10 перевозчиков. Главной претензией со стороны жителей города стал устаревший общественный транспорт, который практически не обновляется. С 2022 года мэрии предстоит заключить новые контракты с перевозчиками. Какие нюансы в них нужно учесть, обсудили на заседании комиссии Гордумы по транспорту 22 июля. По словам начальника департамента городского хозяйства Дмитрия Печенкина, критерии к выбору подрядчиков продумают на рабочей группе по развитию общественного транспорта в Кировской городской агломерации. Группа была создана полгода назад. Официально, по документам, начала работать в июне, однако ни одного заседания еще не состоялось. Глава Кирова Елена Ковалева поинтересовалась, на какой срок планируется заключать контракты с перевозчиками с 2022 года, за счет каких источников и за какое время они смогут компенсировать убытки, понесенные за обновление подвижного состава. Глава городминистрации Дмитрий Осипов отметил, что рабочая группа для этого и создана. Но Елена Ковалева усомнилась в ее эффективности, снова подчеркнув, что за полгода они даже ни разу не собрались. В итоге в протокол заседания комиссии внесли предложение о том, чтобы к следующему обсуждению депутатам был представлен проработанный вариант контракта для перевозчиков на 5 и 7 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok